Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007! Роботы бросают вызов игрокам Старкрафт 2! Сегодня вы станете свидетелями уникального шоу-матча! Сильнейший бот, сильнейший робот из мира искусственных интеллектов Старкрафт 2, микромашина, сыграет против сборной игроков Старкрафт 2 из нашего региона! Это будут игроки несколько разного уровня, это будут игроки, подобранные специально для того, чтобы вы могли лучше представлять, каким образом сейчас играет микромашина, на каком уровне играет, и у нас с вами будет матч до трех побед, и я вам гарантирую, эти противостояния будут чертовски интересными и увлекательными! Более года тому назад впервые мы провели шоу-матч Человек против робота, я думаю, вы помните. Если нет, обязательно посмотрите по всплывающей подсказке. Мисс Краус тогда играла против разработок российского программиста Айси и Чизерга. Сейчас ситуация совсем другая, микромашина, это уже весьма известный на просторах нашего канала и интернета в целом, искусственный интеллект из мира Старкрафт 2, и разработчик микромашины с огромным удовольствием согласился помочь нам сыграть такого рода шоу-матчи, и помимо разработчика микромашины вызвалась помочь нам также пара игроков, о которых я ничего не буду говорить, потому что вашей задачей будет их отгадать. Да, у нас будет специальный конкурс, о котором я уже объявлял во вкладке сообщества на нашем канале. Игрок, который безошибочно угадает, ну почему игрок? Зритель канала, который безошибочно угадает имена всех игроков, которые приняли участие в этом шоу-матче, получит очень крутой приз, большую настольную игру Старкрафт. О конкурсе потом! Просто внимательно следите за этим зергом, для того, чтобы угадать, кто же играет. Я могу время от времени вам АПМ показывать. Вот видите, пока микромашина кликает меньше. 207 среднего АПМ у зерга, 155 у терна, но я думаю, вы понимаете, АПМ микромашины будет расти с количеством юнитов на карте, и вот сейчас уже мы видим уверенные 2000, потому что появляются два рипера, и эти два рипера начинают контролить. На какой мы карте? Это карта Порт Александра, она тоже выбрана не случайно, потому что именно на Порт Александре завершилось противостояние Мисс Краус и Айси, и таким образом мы продолжаем вот то наследие, которое есть у противостояния людей и искусственных интеллекта в мире Старкрафт 2. Черт с ним с Альфа Стар, который где-то там крутится сам по себе, который не хочет играть в открытую, который только вот в каких-то отдельных эпизодах может появляться в мире второго Старкрафта, да и вообще об Альфа Стар на самом деле ничего не слышно с момента Близкона, новых игр на Ладдере не было еще с прошлого лета, вне зависимости от того, что вам кажется, публикуют на других ютуб-каналах, там публикуют просто старые перезаливы, поэтому не переживайте, Альфа Стар уже явно не актуален, он не на повестке дня, а на повестке дня микромашина, которую сейчас напрягают эти зерглинги, удалось зергу в принципе очень спокойно сейчас разобрать трех риперов, не потеряв лингов вообще. Видно, что микромашина не ожидала вот такого появления собак, но в любом случае мы видим, что зерг не просто знает, что там были риперы, с которыми он только что абсолютно спокойно разобрался, зерк еще очень спокойно может наблюдать, что же происходит на базах соперника, но на всякий случай для более грамотной разведки зерк делает апгрейд на скорость оверлордам. Давайте я вам объясню, что значит запись Amateur Player, что это за аматор, подразумевается, что это игрок не уровня Гранд Мастер Лиги, но это может быть, например, Топ Мастер Лиги, абсолютно спокойно, а может быть вообще игрок из бронзы, я не знаю, если вы, конечно, готовы в это поверить, так что просто это игрок, уровень которого несколько ниже Гранд Мастер Лиги. Насколько ниже, ну вот, вам наверняка самим будет интересно это определить. Микромашина продолжает очень интересные вещи делать с рипером. Это рипер-фристайлер, друзья, он просто... Он на чиле... Нет, все, он разогнался, наконец. Может, у него бензин закончился в его нитропакетах, я не знаю, что там могло произойти. Микромашина после довольно стандартного дебюта в рипер-командный центр, мы видим, играет через циклонов и банши. Банши с невидимостью, циклоны с зацепом, и банша вот как раз прилетает на базу зерга. Здесь, в принципе, есть королева, есть споры, здесь все довольно неплохо готово, но при этом, конечно, не совсем удобно сейчас зергу здесь воевать, наверное, нужна какая-то помощь аверсироващего. Тут рипер цепляет королев, в общем, довольно серьезно. Зерга разводят, строится у него справа и колония, и мы видим, что зерг вообще, ну, не особо качественную все-таки разведку провел, то есть он не знает, что там массовый воздух, но при этом интуитивно он играет правильно. Он ставит шпиль, бейнинг-несс, два эволюшна. Единственное, что не совсем здорово у зергов, все-таки экономика. Мы видим, что микромашина очень сильно прохалявила. Такая быстрая третья орбитальная станция. Это нагло. Ну и зерк это сейчас видит. Появляется циклон. Не успел спасти зерк этого оверлорда морфом оверсира. Королева отступает. В нее также вцепился циклон. И королева отправляется на тот свет. Очень здорово контролит микромашина. Очень грамотно использует всех юнитов до единого. Появляется на карте довольно серьезное количество собак. И вот собаки как раз могут помочь в этой ситуации. Не против Банши, понятное дело, но хотя бы против циклона. А Баншу потом будет кому-то прогонять. Доедает зерг первого циклона. И доедает второго. Отступает. Три королевы в заказе. Только две на карте, потому что все-таки королевы терялись. Но, в принципе, по потерянным ресурсам все еще. Ситуация в пользу зерга. Очень жесткая халява. Вот только со стороны микромашины. Уже четвертый командный центр пошел. И с этим явно нужно что-то делать. Отправляется порция собак в забегание. Здесь всего три гелиона. И вообще войско микромашины сейчас немного не там находится. Тут риперы раздражают королеву. Там Банши постреливают на третьей базе. Микромашины явно не очень хорошо готовы к этому забеганию. Линги прекрасно проявляют себя на третьей базе Терна. Банши вынуждены отступить. Но здесь все красиво делает микромашины. Пробивает Баншей до красных хп. И потом ими отступает. Тем не менее, определенный урон экономики микромашины нанесен. 44 ССВ на 40 дронов. Ситуация уже более равная. Дальше делают самуталишки. Но с другой стороны, много всего крутого делается и у микромашины. Батл Крузер заказан. Здесь не самая простая будет ситуация для зерга. Хотя шпиль есть. Можно будет достроить караптеров. Но самое главное, чтобы экономика была классной. Микромашина жалуется на то, что этот кожаный мешок забирает собственную стратегию. Хара с воздушными юнитами. Намекая на появление муталисков. Муталиски сейчас пытаются побыстрее просто разобраться с этим циклоном. Но там дальше еще есть пара морпехов. Будут новые циклоны. Будут батлы. И зерк принимает решение отступить. Зерк пытается эту баньшу все-таки поймать. Потому что есть апгрейд на скорость Северлорда. Мы помним, он довольно давно делался. Микромашина продолжает маневрировать. Но муталиски все-таки потихоньку баньшу догоняют. При поддержке этого аверсира, который дает детекцию. Но с другой стороны, это означает, что муталиски находятся совсем в другой части карты. А баньши, баньши мы видим, нарезают в это время на базах зерга. И ситуация на самом деле для зерга становится совсем неприятной. Приятный грейд на дальность турелем делает микромашина. Как ответ на появление воздушных юнитов врага. Здесь циклон разбирается со спорой. На базах зерга начинает твориться очень жесткий хаос. Нет времени у зерга контратаковать. А это означает, что микромашина сейчас может закрепиться на четырех базах. Есть плюс один на воздушную атаку еще. Да, здесь, конечно, очень неплохая ситуация для терна. Баттл Крузер прилетел на третью базу зерга. Семь карапторов заказывает человек. Но даже не знаю, сможет ли он что-то противопоставить здесь в микромашине. Что там по среднему ОПМ? 193 у зерга и 3500 уже у терна. Зерг кликает довольно неплохо. Но этого не хватает на фоне того, что вытворяет микромашина. Как обычно, индивидуальный контроль каждым юнитом. Микромашина отлично справляется. И ситуация для зерга становится очень неприятной. Появляются, впрочем, карапторы, которые первым делом почему-то именно с Баньшой хотят разобраться. Тут рядом Викинг и Баттл Крузер. Вот по ним стоит сакцентировать огонь. Все карапторы начинают бить Баттла. Баттл успеет ли уйти телепортом? Нет, микромашина Баттла спасти в этой ситуации не успевает. Карапторы теперь могут повоевать с Викингами. Но тут как тут циклоны, у которых грейт на зацепы. Которые, конечно, этих карапторов могут разбирать на раз-два. Очень сложная ситуация для зерга. Зерг контратакует. Снова в сложной для себя ситуации. Снова в ситуации, когда кажется, что у микромашины уже все очень здорово. Зерг включает режим контратаки. Здесь гелионы. На самом деле, классно вообще отконтролили собак. Прям очень классно. Микромашина минимизирует потери от этого столкновения. Ну, даже не знаю. Сейчас вроде бы микромашина очень спокойно отбивается. 76 ACV на 38 дронов. Викинг кайтит карапторов. Карапторы с Викингом справились. Банша здесь появляется. Она от карапторов улетит абсолютно спокойно. Микромашина держит дистанцию. И снова выманивает на циклона, который забирает именно Аверсира. Для того, чтобы Банша могла в невидимости себя проявлять. При необходимости. Оп. Да, вот так вот. Банша спасается. Микромашина все очень грамотно делает. Все просто великолепно отработано. Ну, что делать с зергой? Зерга пошла четвертая база. Ну, на третий толком нет дронов. Сложнейшая ситуация для зерга, на самом деле. Замечает, видимо, красный игрок, что забыл заказать грейд на мувбейнингом. Но, объективно говоря, грейд на мувбейнингом здесь не слишком сильно поможет. Здесь просто нужна масса собак с карапторами. Судя по тому составу армии, который собирает микромашина, карапторы налетают. Линги окружаются клонов и, в принципе, справляются по земле. Но тут подъезжает огромная порция гелионов. И у этих зергингов нет никаких шансов. И, похоже, что нет никаких шансов у игрока-любителя против микромашины. Микромашина уничтожает этого зерга. Деклассирует. И своим уверенным микроконтролем, безусловно, одерживает победу. Что ж, господа. Это плохое начало для команды людей, для команды кожаных мешков. Счет 1-0 в пользу микромашины. Это означает, что пришло время игроков из Грандмастер Лиги. Во втором сете вы увидите битву микромашины против Протоса. Который по своему уровню игры, ну, опять-таки, со стороны вам, наверное, будет виднее. Я-то уже знаю, кто играет за Протоса. Но вам не скажу по поводу того, что вам должно быть виднее, что это игрок действительно из Грандмастер Лиги. Что я не обманываю вас. Но, опять-таки, у вас прямо сейчас будет возможность в этом убедиться. Поехали. Ставим соответствующий оверлей. Вот так. Понятное дело, у нас странные никнеймы. Во-первых, странные никнеймы, потому что мы хотим, чтобы это соревнование было анонимным. Чтобы до поры до времени никто не знал, что происходит на самом деле в этом шоу-матче. Ну, и, во-вторых, просто такая схема игры. Обратите внимание на то, как тщательно разведывает сейчас Протос. Пока у микромашины 0 АПМ. Протос двумя пробками скаутит. Двумя. Одна поехала, видимо, проверять прокси здесь. Одна приехала на мейн к сопернику, но предварительно проверила прокси здесь. Протос настроен очень серьезно. Настроен не умирать от каких-то чизов. Но мы видим, что микромашина пока на чизы абсолютно не настроена. Мы видим, что микромашина абсолютно спокойно и уверенно играет вроде бы в макро. Ну, по крайней мере, есть такое ощущение. Пока командный центр не ставится, но на макро похоже. А вот Протос, похоже, в макро играть не собирается. Смотрите, после такой тщательной разведки мы увидели не второй Nexus, а мы увидели второй прокси-пилон. И это уже довольно-таки оригинально. Ну, пока тут непонятно, что за стратегия. Давайте я вам расскажу немного в рамках обратной связи. Я почитал, естественно, все комментарии к предыдущему видео про Рафа, где мы в том числе затронули вопрос рекламы. Сразу хочу развеять несколько довольно странных утверждений, которые были в комментариях. Во-первых, по поводу того, чтобы не было ни в коем случае рекламы там казино, ставок и прочего гэмблинга. Ее точно не будет, потому что она запрещена правилами Ютуба. Этот вопрос закрыт. Далее многие писали, что раздражает автоматическая реклама Ютуба, потому что она появляется в самые неприятные моменты, когда в игре больше всего экшена. В общем, мешает просмотру. На самом деле, ребят, если у вас это происходит, у вас должны быть претензии к владельцу канала, на котором это происходит, потому что, если вы вдруг не знаете, я вам с удовольствием сообщаю, автор видео может сам выбирать, где конкретно, в какие моменты видео появляется реклама. Автоматическая, естественно. И я это делаю абсолютно во всех своих роликах. Реклама может быть только между матчами и в начале видео. Поэтому, если вдруг вы где-то когда-то на моих роликах увидите рекламу прям посреди игры, срочно пишите об этом в комментариях. Мы это обязательно исправим, но я уверен, такого быть не должно. Ну и, наконец, третье. Многие почему-то против мобильных игр. Тут я уже не разделяю ваших сомнений, потому что... Ну, очевидно, что на игровом канале как раз мобильные игры — это такой достаточно потенциально интересный объект для рекламодателей. И последнее, тот совет, которому я, пожалуй, последую. Писали о том, что было бы здорово делать просто одну интеграцию в самом начале видео. Где-то на минутку, не более того. А потом уже целое видео без рекламы. Именно в таком формате мы и сделаем интеграцию. А пока давайте возвращаться в игру, потому что здесь происходит нечто весьма нестандартное. Микромашина пытается своими тремя риперами развести сталкеров Протаса. Но видно, что Протас на халде, и не будет он своими сталкерами вестись на эти обманки. А еще видно, что Протас играет очень любопытную стратегию. Это дроп-дисраптора. Дроп-дисраптора... Тут, видимо, реагирует микромашина на появление невидимого юнита. И заодно проводит разведку и находит прокси. Микромашина, увидев отсутствие раннего второго Нексуса на базе Протаса. Проводит разведку и находит прокси-роботикс. Видит робо и робо-бэй. Реагирует на то, что здесь появился воздушный юнит. Дизраптор стреляет своим снарядом. Наносит рон робо-бэю, но забирает рипера. Делает сыгрейт на скорость призме. Прокси-роботикс и дроп-дисраптора на быстрой призме. Это, конечно, уникальная стратегия даже по человеческим меркам. А уж против микромашины так тем более. Но давайте посмотрим. Это интересно, как микромашина будет сплитить против дизраптора. Дизраптор перезарядился. И попадает по одному циклону. Сплит вроде и был неплохой, но микромашина все-таки не смог спасти первого и второго циклона. Я, кстати, не знаю, мне говорить микромашина не смог или микромашина не смогла. Тут сложно. Сложно, потому что, с одной стороны, бот, робот, искусственный интеллект он. Но микромашина или просто машина она. Поэтому буду иногда поправляться, буду иногда чередовать. То, как я называю, как обращаюсь к микромашине. Но давайте посмотрим, как зайдут эти дизрапторы. Пока ноль рабочих потеряно микромашиной. А сейчас очень хорошо заходят дизрапторы. Девять рабочих уничтожено. Дроп дизраптора работает, между прочим. Дроп дизраптора действительно работает. И Грандмастер Протас сейчас получает преимущество таким маневром. Куда-то постоянно вообще в непонятные места приземляются мулы у микромашины. Может быть, пытается бросить скан микромашины в невидимых юнитах. Вот в этого обсервера, например. А вместо этого бросается мул. Сложно сказать, что происходит. Но действительно выглядит это странно. Где там призма? Призма пока полетела домой. Просто пытается объединить Протас свою армию. Не знаю, может быть, Протас хотел пойти в атаку сейчас. Но пока Протас просто получает еще одного обсервера. Разведку очень хорошую Тос проводил, мы видели. Видел он светящиеся пристройки и на Фэкторе и на Старпорте. Поэтому Протас должен понимать, что играет против Баншей. Почему-то нет батарейки на Мэйне, правда. Но есть батарейка здесь. И обсервер летит. Да, обсервер летит с Роботикса. Он прям совсем неподалеку. Здесь призма высаживается на натурале. Еще два снаряда дизраптора. Ну, микромашина, кстати, хорошо разбегается. Всего одна ICV была здесь уничтожена. И начинается мультитаск от микромашины. Начинает робот разводить человека по нескольким направлениям. Банша залетает с одной стороны. Циклоны с Рэйвеном и Викингом заходят. С другой. Посмотрите, здесь какая задумка. Здесь Рэйвен и Викинг пытаются обсерверов выцепить. Вот, смотрите, что происходит. Нет, это удар по колоссу или по обсерверу. Да, по обсерверу. Обсервер под ударом сейчас. И колосса цепляют. Ой, тут вообще какая-то дичь происходит. Минус опс. За колосса зацепился циклон. Он был вынужден развернуться. Снова высадились дизы. Постоянно протас не забывает харассить дизрапторами. Очень хороших результатов добивается. 16 рабочих было уничтожено. Протас действительно круто похарассил. И именно за счет этого харасса микромашина сейчас не впереди по рабочим. Несмотря на то, что микромашина снова жестко халявит с этими тремя командными центрами. Тут вроде как-то ТОС отбивается. Опа, вот это переход. 300 гейта. А, ну, есть ощущение, что протас просто сейчас, видя ту картину, да, видя, что вообще делает соперник. А, протас видел два старпорта, обратите внимание. Да, есть ощущение, что просто протас принимает решение перестраиваться в масс-воздух, потому что, ну, ожидает, может быть, масс-баншей с викингами или там каких-то батлкрузеров. И понимает наверняка протас, что, конечно, воздух терна проще контрить именно воздухом самого протаса. Там с темпестами, с керрерами совсем на свете. Призма, я не знаю, я пропустил, не пропустил. Вроде никоим образом не использовалась. Можем констатировать, что протас не в 2-чер, раз призма все это время спокойно висит там. Оп, да, призма полетела. Еще раз высаживаются дизы, на сей раз на третьей базе. Снова неплохо. Минус 3 си-ви, причем неплохо и протас стреляет, и микромашина сплитит. Тут мы видим прям игру действительно высокого уровня в плане микроконтроля. Протас по макро совсем не отстает за счет, опять-таки, своего неплохого харасса. Формально 3 базы в 4, но 4-ая у микромашины только готова. Интересно, что микромашина почему-то не волнует. Этот прокси-роботикс, находящийся в другой части карты. И мы видим, что протас идет в фениксов с 3-х строгитов, ставит флитбикон и полностью перестраивается в воздух. Даже форже делает сыграть не на наземную атаку, а именно на щиты. Здесь пытается еще с фотонками дополнительно застроиться ТОС, потому что, ну, действительно, не очень удобно, наверное, в такой ситуации отбиваться по нескольким направлениям. Неудобно, что юниты микромашины со всех сторон подходят. Что по ПМ, наверняка вам интересно. 235 в среднем кликает протас, 4500 в среднем кликает микромашина. Готов литбикон, делается грейд на дальность фениксом, пока не палит свой переход в воздух протас. Тут грамотно отменяется фотонка буквально в последние секунды. Постоянно юниты, попавшиеся под зацеп, уходят. Так, призма висит, контролируем. И спрашивает микромашина, у меня что, галлюцинации? Нет, не галлюцинации. Это настоящие фениксы, которые врываются, которые были очень здорово спрятаны протасом. Красиво здесь протас отыграл. Фениксы чуть-чуть подкопились. Трех старгейтов прилетели. И тут же освободили пространство для занятия четвертой базы. Очень грамотно сыграно. Абсолютно равные лимиты. Абсолютно равная игра. Напомним, что счет в нашем шоу-матче вот в нижней части экрана. 1-0 в пользу микромашины. Но первая победа была над игроком-любителем. Здесь за дело берется Старкрафтер посерьезнее. И, конечно, сразу видна разница. Микромашина наконец-то решает разобраться с этим роботиксом. Но три абсервера, в принципе, на карте есть. Продолжает просто летать по карте, собирать дань своими фениксами. Тос. И ситуация действительно очень любопытная. Потому что переход на четвертую базу у протаса состоялся. Игра идет, ну, хотел искать 4 в 4. Микромашина очень жадно ставит уже пятую и шестую. Но с этих четырех баз протас начинает клепать воздушных юнитов. Там и керреры, и темпесты, и новые фениксы подстраиваются. Фениксы, видимо, по большей части против викингов Банше и Рейвенов. А темпесты против батлкрузеров. Ну, как и керреры, они, наверное, тоже помогут. Фениксы врываются. Первым делом поднимают всех циклонов. И циклоны не помогут своим ДПСам против сталкеров. Фениксы подлетают так, чтобы атаковать именно викингов больше, чем батлов. Но тут пока сражение очень неплохое для микромашины. Да, вот если циклонов не поднимать, то не очень серьезный урон будут наносить. Минус колосса получает протас. Фениксы легко справляются с викингами. А вот по батлкрузерам, конечно, урона не хватает. Нужно что-то посерьезнее. Вот появляется первый темпест. OP strat detected. Помним мы и такое сообщение от микромашины. Кажется, так она реагирует на появление карреров либо темпестов. Видимо, режим паники подразумевает просто добавление новых старпортов, которых у микромашины, в принципе, уже немало. И посмотрите, как активно экспандится Терран. Микромашина продолжает контролить, продолжает наносить сопернику постоянные уроны, при этом занимать все новые и новые и новые базы. Идут вперед морпехи. Явно лишний лимит. 13 морпехов на карте. И от них, наверное, нужно избавляться. И, видимо, микромашина это понимает. Мне нравится, насколько же вровень идут лимиты. Вы посмотрите на это. 154 на 156, 156, 156. Абсолютно равные лимиты. И при этом еще и грейды так синхронно делаются. Плюс два на атаку воздуху. Такое ощущение, что микромашина играет против... Микромашины человека, знаете, против такого своего человеческого аналога. Да, но здесь фениксы помогут микромашине, видимо, избавиться от мариков. Марики еще и контролятся так прям до последнего. А как будто от них тут может быть какой-то толк. Фениксы потратили всю свою энергию на подъемы. Но это, наверное, не страшно. Протос, естественно, грамотно темпестами именно батлкрузера фокусит. И не даст ему уйти. После этого справляется с викингом. Но здесь внезапно становится очень много терана. И карьер микрился. Но карьер был уничтожен. Темпесты успеют. Нет, не успеют забрать батла. Баттл на 17 хитпоинтах ушел телепортом. Войско Протаса разваливается. Становится на 20 лимита меньше. Сложная ситуация. Протас, похоже, собирается перестраиваться в Вуидрея. Всех воздушных юнитов без исключения пробует ТОС. Грейт на скорость Вуидрея в продакшене. Плюс 20 лимита у микромашины. Микромашины продолжают жесткое давление этого опорного пункта на третьей базе. Фениксы закончились. Поэтому теперь сложнее бороться с циклонами. Плюс 2 на атаку доделывается у Протаса и у Терана. Ой, Призма, да? Где Призма? Черт, я потерял, друзья. Я упустил момент, что произошло с Варпризмой. Потому что здесь уже слишком жесткий какой-то экшен. Неужели микромашина сейчас продавит? Тут очень много фотонок с батарейками, которые реально помогают ТОСу. Колосс стоял до последнего. Но циклоны и викинги с ним все-таки справились. У керриеров хороший ДПС по викингам. Керриеры отступают под батарейки, но они уже без энергии, поэтому помочь не могут. Еще один батлкрузер на карте. По батлу хорошо дают урон Темпесты. Минус батл. Керриер был отведен. Все очень грамотно здесь делает Протас. И дальше дозаказывает все больше и больше Вуидреев со скоростью, которые должны помогать в этой ситуации. Обнаглевшая микромашина. ЦЦ ставит просто под носом у Протаса. И не очень похоже на то, чтобы Протас мог с этой базой справиться прямо сейчас. Еще минус один карриер. Нет, по-моему, карриеры неэффективны. Делается чардж, видимо, для того, чтобы сливать минеральный запас. Потому что минералов много. Протас вроде на пяти базах сидит, но газа категорически не хватает. Еще порция Вуидреев подлетела. Реи включили разогрев. Напомню, что под разогревом они не получают бонус от Грейда на скорость. Но зато урон у них просто шикарный. Микромашина не успевает отводить батлов. По 11 Викингов в заказе у микромашины за раз. Грейда на воздух 2-1. И у Терна и у Протаса. У Протаса его один не на армора, а на щиты. Здесь Викинги как жестко влетают прям в темпестов с Вуидреями. Какой тут размен прям по воздуху, посмотрите. Красивый. В Вуидреи вроде этот размен не проигрывают, скажем так. Да, здесь хорошо размикрил Протас. Справился с юнитами соперника. Сохранил максимум своих юнитов. 89 пробок у Протаса. 82 СВ у микромашины. Протас начинает харасить чардж зилотами. Видя, что микромашина немного обнаглела. У Протаса в целом адекватный был контроль карты до поры до времени. Но сейчас, конечно, немного упускает ТОС все эти масштабы трагедии, масштабы занятия базы. Зато реально начинает разводить микромашину по двум фронтам. Похоже, микромашина к этому не очень хорошо готова. И хотелось сказать, с одной стороны было бы здорово, наверное, чтобы у микромашины здесь были планетарки, а не орбиталки. Но посмотрите, у микромашин это минералы в ноль. То есть не то, чтобы мулы давали какой-то дикий приток минералов, которые некуда было бы девать. Микромашины все свои деньги тратят в ноль. А, потому что газ тоже не очень интенсивно. Так наоборот. То есть даже газ не супер интенсивно везде добывает микромашины, правильно? Или это постоянный такой формат перераспределения СВ у микромашины? Давайте к этому присмотримся. Может быть микромашина прям вообще регулирует, как добывают рабочие на каждой базе в зависимости от текущего баланса ресурсов? И за счет этого все ресурсы сливаются в ноль? Это интересно. Сейчас будет посмотреть. Но баз реально очень много. Газового инкома много. Сейчас по два раба. И сюда прилетает Void Ray. Protoss выходит на шестую базу. Бежит зилотами харасит. Здесь справа еще какой-то экшен. Но тут снова стенка из фотонок и батареек. Варпается новый зилот и ставится даркшайн. Делается грейд на шторм. Собирается в шторм переходить в Protoss. И действительно, посмотрите, как много здесь викингов. Без апгрейда на шторм, мне кажется, ничего не сделать. И да, посмотрите, кругом по две СВ добывают газ. Микромашина. А сейчас убирает рабов с газа, потому что видит, что не хватает минералов. Офигеть! Микромашина – это макромашина. На каждом этапе игры микромашина следит за балансом ресурсов и постоянно, посмотрите, постоянно определяет оптимальное насыщение газа в зависимости от интенсивности добычи минералов и газа в данный момент и того, какие юниты производятся. Это же просто жесть. Видели там, как только был харас? Как только терялись какие-то минералы у микромашины, рабочие переводились с газов на минерал. А потом переводились обратно. 200 лимита у машины. 200 лимита, деньги копятся. Грейд плюс три на атаку делается. У Protoss'а blink dark'и. Плюс один на наземную атаку. На воздух доделываются 3-2 грейды. Есть состав армии с керрерами, воедреями и штормами. 93 пробки у Protoss'а. Очень большая экономика. 82 ACV у микромашины. Сплит от штормов микромашины. Такой, знаете, очень достойный. Неужели больше ни одного шторма нет? Все темплеры без энергии. Да как так? Тут еще секундочка буквально. Вот, появляется шторм. Ну, все-таки шторм очень сильно бьет по викингам. Микромашина, конечно, успевает как-то там сплититься. Но с диким ДПС'ом воедрея в Protoss побеждает в этом сражении. По потерянным ресурсам выходит сильно вперед. Продолжается эта увлекательная макроигра. Воедрей здесь пытается не дать поставить этот наглейший командный центр. Тут снова как-то перераспределялись рабочие. Микромашина дозаказывает по 10 викингов. Там заодно еще по 12 викингов. Заодно батлы делаются. Делаются морпехи еще зачем-то. Барак добавляется. Тут просто хотел поставить Protoss свой Нексус. Но уткнулся в еще один командный центр микромашины. Protoss восстанавливается с керрерами. Мазершип уже появился. Присоединяется он к этому войску. Кстати говоря, Мазершип поможет не страдать, например, от этих циклонов. Рейвен, в принципе, у Терна есть. Да и сканов должно быть достаточно зилот. И продолжает бегать. За игру уже более 60 СВ забрал Protoss у Терна. И надо сказать, что Protoss действительно круто харасит. И у самого Тоса 92 пробки. Крутая экономика. Причем рабочие по большей части распределены очень здорово. Только здесь переизбыток. А так прям классно. Классно работает экономика. То есть все 92 пробки. Ну там 85 из них как минимум работают эффективно. И инкам это дает Protossу порядочный. По инкам мы видим Protoss и Терен как раз примерно равны. Равная у нас игра. Посмотрите, уже 20-минутная дуэль. Микромашины и Protoss из Грандмастер Лиги. Эта увлекательная дуэль продолжается. У Protoss стабильные такие 235 АПМ. Там стабильные 15 тысяч средних у микромашины. И пошел харас Блингдарками. Блингдарки, конечно, это такой прием уже совсем человеческий. Опа, стэк викингов находится на базе справа. Но викингам бы сейчас вот здесь быть. Хотя тут еще нужно какое-то противоядие к Темпларам. Мазершип тут еще вообще такая ситуация для микромашины неприятная с армией Protoss. Это уже совсем жесткое войско. Войдрей, керриеры, штормы. Сколько викингов у микромашины? 45 викингов! Всего один батл, кстати. Который находился где-то там справа. Друзья, готовится генеральное сражение. Я прям чувствую. Посмотрите на всех этих викингов. На всех викингов при поддержке одного Рэйвена, который, впрочем, застрял на натурале почему-то. И одного батлкрузера. Protoss закрепился на новых для себя базах. Это уже поскольку по 8 баз, получается, успели занять Protoss и Терра. Но сейчас Protoss на своей половине карты полностью обосновался. У микромашины начинаются проблемы с Инковым. Но зато 127 боевого лимита с грейдами 3-2. Ох, какая жесть. 46 викингов начинают свое сражение. Пошли штормы. Викинги сплитятся. Архон кайтится циклоном. Посмотрите, как там циклон потеет. Забирает одного Архона. Таймвар пошел. Мазершип уничтожен. Пушка Ямато применена. Весь воздух Тосса разлетелся. Микромашина побеждает в генеральном сражении. Викинги играют Ваньку-встаньку. Расстреливают они по итогу этого Архона. Микромашина за счет этой Ваньки-встаньки подмикривает шикарно. Protoss разлетелся по воздуху. Продолжает, впрочем, Тосс строить керреров. Тут бегают по всей карте блинг-дарки. Ребят, я просто не успел. Игроки слишком быстро для меня играют. Я не успеваю реально понять, что тут происходит. Но я вижу дарка с 15 убийствами. И явно видно, что он тут успел по разным базам попрыгать. Да, Protoss успевает все это дело сконтролить. Здесь тоже Дарк. У которого было 8 фрагов. Но вполне вероятно, блинг был на КД. Этот Дарк продолжает нарезать. 139 рабочих. Protoss забрал у микромашины. Посмотрите, лимит восстанавливается уже блинг-сталкерами. У Protoss 7 варп-гейтов. Еще 4 достраиваются. 11 варп-гейтов. Protoss перестраивается в землю, видя, что микромашина выигрывает сражение по воздуху. Видя, что там гигантское количество викингов с грейдами 3-2. И огромный боевой лимит. Protoss внезапно перестроился в массовую землю. Микромашина, во-первых, об этом не знает. Во-вторых, к этому, очевидно, не может быть готовой. 24 сталкера внезапно на карте. У них, может, не идеальные грейды всего. Плюс один на атаку сейчас. Но при поддержке керреров и штормов, мне кажется, это тот самый ультимативный лимит, который может игру закончить. Этот батл уже не уйдет телепортом. Человек идет вперед. Будет ли последний бой микромашины? А тут всего 1 рейвен, 40 викингов. Тут нечем драться. Еще и постоянный харас. Здесь командный центр, видимо, был потерян. И микромашина его уже восстановить не смогла. Викинги начинают свое сражение, пока они просто забирают интерсепторов. Сейчас! Бух! Минус каррер. Бух! Минус второй каррер. Да, вы понимаете, почему Protoss перестроился в землю. Ну а как землю-то убивать? Микромашина уже ничего не может придумать. Тут не хватает кристаллов для добычи. Викинги пытаются снова как-то подойти. Видимо, план микромашины забрать всех карреров, а потом приземлиться. Вот это сплит от штормов. Причем, мне кажется, что пресплит. Да, смотрите, еще штормов нет, а микромашина уже сплитится. Зная, что у соперника есть шторм, и что этот шторм Protoss успешно применяет, но это, по-моему, просто великолепный формат решения проблемы. А вот сейчас викинги в стеке! И вот тут-то микромашина попадается, попадается на штормы. Викинги все равно шикарно разлетаются, все равно забирают карреров, но... Мне кажется, это уже ничего не изменит. Человек продолжает свое наступление. 7600 на 4К запас, 92 пробки. Protoss справился, друзья. Счет становится 1-1. Нет, дружище, тут уже никакого хара со воздушными юнитами. У микромашины 0 добычи. И эта игра завершена победой TOS. Я, знаете, как судья присуждаю победу, потому что боты не научены писать ГГ. Они научены хорошо играть, и они, может быть, еще пока не умеют проигрывать, но мы присуждаем победу человеку. Счет становится 1-1. Третий сет на карте World of Slippers. Именно здесь мы увидим дуэль в матчапе Терана против Терана. Да, господа, сейчас мы вместе с вами посмотрим зеркалку. Микромашина появляется в правом верхнем углу. В левом нижнем углу Теран. Игрок Грандмастер Лиги. Матч до трех побед, игроков аматоров здесь больше не будет. И, ну, хотела вам немного рассказать о конкурсе. Давайте, может быть, потом. Потому что микромашина начинает чизить. Нет, ладно, успею. Давайте я вам расскажу, в чем суть конкурса, о котором я уже говорил в начале этого ролика. Суть очень простая. Вам необходимо угадать полный список участников этого шоу-матча. Каким образом? Вы должны написать в комментариях к этому ролику. Вот, допустим, в нашем видео сегодня четыре игры. Вы пишете, игра 1, играл, не знаю, Alex 001. Игра 2, играл Alex 002. Сейчас мы смотрим игру 3. Играл Alex 003. Дальше игра 4, играл Alex 004. Если игр будет больше, значит, допишите еще игра 5, играл Alex 005. Вот в таком формате вам нужно угадать полный список участников шоу-матча. Сразу говорю, совершенно не факт, что команду у людей представляли 5 разных игроков. Может быть, их было вообще двое. Может быть, вот был первый игрок, да, который игрок-любитель. А потом просто мы посадили какого-то непонятного игрока. И он просто взял и откатал второй, третий, четвертый, пятый сет самостоятельно. Может быть, были действительно 5 разных игроков от команды людей. Может быть, 4, может быть, 3. В общем, никто не знает. Вам нужно над этим подумать. И попробовать написать правильный ответ. Что еще интересного будет у этого конкурса, я расскажу как-нибудь потом, в начале следующей игры. Потому что сейчас надо реально следить за тем, что в игре происходит. Здесь уже экшен. Здесь микромашина пытается харасить соперника рипером. В принципе, Террен провел очень крутую разведку. Террен увидел, что у соперника дома 2 газа. Увидел, что дома также у оппонента нет факты. Ой-ой-ой, здесь как здорово перехвачен рипер микромашины. Человек разобрался и дальше идет искать. Идет искать. Прокси Барак и соперника разлетается риперами. Пытается понять вообще, что это именно за Прокси. Так вот, Террен увидел, что у оппонента дома нет факты. И вполне возможно собирается каким-то либератором здесь воевать. Но тут, видя циклона, вышедшего из Прокси Фэктори, я бы, наверное, либератора строить не рискнул. Бункер продан. Этот бункер ставился как раз от запрыгивания Прокси Риперов с этой стороны. В общем, на самом деле, от Терна безумно грамотное начало. Уже ставится второй командный центр. Делается танк против циклонов. Циклон, посмотрите, возвращается домой. Микромашина как раз ждет, чтобы человек прилетел либератором. Знаете, как будто микромашина мапхакер. И прям знает, что тут ставился Прокси Старпорт. И что Прокси Старпорт это, как правило, либератор. Который летит на базу Терна, сыгравшего в Прокси. В общем, на самом деле, мега грамотная игра от микромашины. Но здесь теряется еще один Рипер. Пока Террен Грандмастер соперника переигрывает подчистую. Но! Смотрите, что это за стратегия. Видя, что циклоны вернулись куда-то домой. Террен решает пойти в Прокси. Как и Протас, который сыграл до этого. И мы помним, Прокси Роботик с Робо БМ был очень успешным. Дроп Дизраптора зашел просто на 5 с плюсом. И подарил Протасу достаточно спокойный мидгейм. Единственное, о чем я жалею. Я так и не проследил, куда потом делась та самая призма. Но это уже не очень важно. А здесь что? Реально батлкрузер. Прокси фьюжн коры батлкрузер делает. В этом здании. Ну, посмотрим, как микромашина с этим справится. Чизы, это вряд ли то, к чему микромашина должна быть хорошо готова. Здесь, кстати, очень серьезная такая армия подходит. Теряет одного рипера Грандмастер. И, видимо, придется ему повременить с переходом на вторую базу. Танк очень хорошо здесь попадает. Слушайте, а сейчас у Баньши доделается невидимость. Видя Баньшу, резко ставит инженерку Террен. Но сейчас-то у него что? Сейчас-то у него просто сканы. Он пытается морпехами подконтролить. Вы знаете, не очень получается. Ну, морпехи сейчас почти пробивают Баньшу. Но это же микромашина. Микромашина Баньшу не отдаст. Энергия на скан появляется только сейчас. Но тут остался всего один морпех. Что делать? Готовая инженерка, впрочем. Тут главное танк не потерять. И у Баньши закончилась энергия на невидимость. Террен очень грамотно подводит СТВ, чтобы ни в коем случае не отдать танк. Потому что, если будет отдан танк, это карт-бланш циклоном. На всякий случай, да. Здесь еще турель, чтобы танк прикрыть. Ну, на самом деле, хороший кризис-менеджмент. Терну удается выйти из ситуации. Из очень сложной ситуации. Не знаю, в каком апгрейде на рейнштуре, так сейчас говорит микромашина. Но знаем о каких воздушных юнитах. И да, микромашина действительно не готова. Потому что три циклона находятся в другой части карты. Только четвертый где-то дома. Здесь продолжает свирепствовать Баньша. У нее семь фрагов. Но у этого батла будет явно не меньше. Микромашина в панике. Уводятся в срочном порядке все СВ. С АПМ 47000. Появляется циклон, да. С циклоном при идеальном контроле здесь ничего не сделать. Но грейда на зацеп пока нет. Поэтому циклону придется довольно долго лупить батла. Баттл еще Баньшу добивает. Семь фрагов и телепорт от циклона и викинга. Причем телепорт домой, прям под этого циклона. Вот это опасная игра. Сейчас можно на самом-то деле доиграться, остаться без батла. Если циклон его зацепит, потому что микромашина явно не подставится. Теран это понимает. Начинает вычинивать батла. Там 30 хп. 30 хп у батлкрузера. Ох, как микромашина контролит. Нет, все-таки батл подступился к этому циклону. Ну все, зацеп сбит. Баттл идет вплотную на сближение. И снова-таки отмечаем очень крутой кризис-менеджмент от Терна. У Терна больше лимита. Я имею в виду у Терна-человека больше лимита. Причем еще Тима. 61 на 49. Так что преимущество есть. Теперь это преимущество осталось реализовать. Тут-то, кстати, пушка Ямато делается. Следующий батл. Микромашина об этой прокси ничего не знает. Сложно сказать, каким образом микромашина трактует появление батлкрузеров на своей базе. Кстати, у микромашины еще здесь проблемы с этими минеральчиками. Сюда мулы бросали. Здесь командный центр как-то странно был поставлен. Но самое главное, конечно, при таком стиле игры это добыча газа. И с этим никаких проблем быть не должно у микромашины. Тут раскладываются два танка. Слишком смело подъезжает циклон за своим зацепом. А вот викинги начинают кайтить батла. И это явно может застать человека врасплох. Потому что, ну, не бывает игроков-людей, которые бы вот так нагло просто подлетали. И викингам одним кайтили батла. Это просто нерациональная трата времени и АПМ. Понятное дело, микромашину не интересует нерациональность траты АПМ. Баттл уже с пушкой Ямато. Поэтому тут еще минус Викинг. Сейчас может закрепить свое преимущество Грандмастер Терран. Нет никаких турелей. И вообще нечем особо микромашине сражаться. Здесь батлкрузер, похоже, тоже разобрался со всеми, кто ему мешал. По потерянным ресурсам человек очень сильно впереди. Причем потеряны только не особо ценные юниты. Морпихи, Риппер, Гелеон, 5СВ. Тут и рабов в три раза больше потеряно. И три циклона, и два викинга, да и Рипперов многовато, как для газовых инвестиций. Очень круто используется батл. И нет сомнений в том, что он успеет уйти телепортом. Да, заранее уходит телепортом Терран. Здесь батл выбивает факту. Банша со скоростью и в невидимости. Харасит постройку третьего командного центра. Тут вот, что у микромашины, конечно, здорово. Хоть и рабочих меньше, но третья орбитальная станция уже есть. Это и дополнительный инком газовый и дополнительные мулы. Кстати, похоже, здесь был найден Старпорт и успел уничтожить робот-человеку техническую лабораторию. А тут едет ССВ вычинивать факту в проксе, которую микромашина отдавать не хочет. Продолжается очень жесткий контроль. Но на самом деле во что-то переход будет. Собирается и дальше в масс-воздух, в масс-батлов играть Терран. Хочет прям батлами микромашину переиграть. То есть в его собственном стиле микромашиновском. Хочет человек одолеть робота. Но здесь продолжают здорово работать батлкрузеры. И опять-таки мы видим, что по лимитам все вровень. Поэтому, в принципе, у человека ситуация неплохая. Да, пытается здесь как-то настроить добычу именно ближайшего кристалла красный Терран. Но тут вообще без шансов. Тут циклоны так жестко вцепились в батла. Просто каким-то гениальным микроконтролем. Я не знаю, каким образом. Но Терран все-таки спасает обоих батлов. Пока ни один батл ведь не потерян, да? Да, очень круто здесь контролит. Красный Терран. Тут еще вопрос, кто микромашина. Потому что с точки зрения потерянных ресурсов микромашина скорее красный Терран, чем синий. Своих ценнейших газовых юнитов человек не отдает. Еще один телепорт, который спасает батла. Да, танки тут очень сильно помогают. Сдерживает давление циклона. В Рейвен на всякий случай сделан. Видимо, чтобы не раздражали баньши. Вообще микромашина ничего не смущает. Прямо здесь продолжает строить циклона. Просто на базе врага микромашина. Викинг еще рядом кайтит батлкрузера. Нужна по нему пушка Ямато. Ох, батл на 34 хп. Но вот пушка Ямато подоспела. Викинг будет уничтожен. И эта фэктори тоже будет уничтожена. На третью базу наконец-то выходит человек. На полноценную третью базу. 65 и CV на 70. Возвращается Старпорт, который был в проксе. А Фьюжн Корр там в проксе, видимо, и останется. Еще Ямато Викинга. И еще Ямато. Это уже в циклона. Слушайте, ну, по потерям прям вообще все шикарно для красного терна. Реально ж ничего не теряет. Топовейший контроль. Микромашины как бы больше микрит, но объективно менее толково, да? Менее продуктивно. СПМа много, но толку меньше. Очень так, знаете, спокойно, методично прям играет красный терн. Вот методичность, это прям про него. Четвертый командный центр. Пошел тут, видимо, пушка Ямато был танк уничтожен. Это неприятно. Должно быть для красного терна, который скопил уже 6 батлов. Появляется первый батл микромашины тут. Тут батл на красный ХП уходит. Но подставляется под другого батла и не успевает уйти телепортом. Секундочки не хватило. А тут еще один батл потерян. Как-то ситуация для человека быстро выходит из-под контроля. Тут слишком много юнитов, и от них уже реально тяжело уходить. Батл начинает свирепствовать на натурале. Ситуация, мне кажется, очень жестко усложняется. Пара пушек Ямато, окей, минус циклоны. Это пушка Ямато в батла, но тут же уходит телепортом и микромашина. Эти ж викинги будут просто сейчас микрить и ничего им не сделать без пушек Ямато. У одного батлана есть. И да, видимо, надо просто массово турелями обстраиваться. Причем, может быть, даже сделать этот любимый микромашиновский грейд на рейндж. Кстати, есть еще один командный центр. На самом деле, то, что тут с ССшками были проблемы, это не страшно. Все, доделались турели. Жить человеку должно быть спокойнее. Но надо как-то переходить на новые базы. У микромашины, в принципе, есть такие странные три и четвертые. Тут действительно у микромашины какие-то проблемы непонятные с добычей. Но сейчас еще одна база появится и все будет веселее. Плюс, опять-таки, минеральный инком не так страшно. Вот газовый инком у микромашины максимальный. Что по батлам сейчас? Шесть батлов на два. Но там еще, опять-таки, викинги. Тут какой-то риппер дурацкий мешает жить. Продолжает застраиваться турелями красной терны. Пытается перейти на четвертую базу. Открывает второй фронт, думая, что микромашина не будет этот второй фронт поддерживать. А зря. Потому что микромашины уже тут как тут. А батлы красного терна далеко. Они воюют вот там в районе турелей. Между второй и третьей базой. Опять этот назойливый викинг. Посмотрите. О, викинг, господи, риппер. Посмотрите, как он мешает. Подлетает Рэйвен, кстати, с фуллманой. Видимо, будет помогать в сражении за четвертую базу. Тут раскладывается танк. Единственный танк красного терна. Есть шесть батлов, которые не стесняются использовать свои пушки. Ямато. Нужен телепорт. Не успевает уйти батл. Хотя там где-то еще на 150 хп был телепорт включен. Рэйвен на 20 хп едва выживает. Ситуация сложная. Рэйвен бросает автотурели, чтобы прогнать викингов. Но это стоило жизни самому Рэйвену. Тут опасно планетарка едва живет. Подошедшие ССВ сфокусированы на вычинивании батлов. Подъехала ССВ-шка чинить планетарку. Но тут рядом Циклон. Он еще раз цепился в планетарную крепость. И это минус ЦЦ. Викинги продолжают просто со всех сторон этих батлов угнетать. Микромашина грамотно не подставляется под турели. Да, никакого апгрейда на дальность турелем, которого боится микромашина, здесь нет. Батл на 7 хп едва успевает уйти. По потерянным ресурсам уже выровнялась ситуация. Хотя всего 3 батла было потеряно. Но помимо батлов тут еще много других потерь. Здесь пытается и на другую базу выйти Грандмастер Тера. Но посмотрите, что происходит. Микромашине вообще несложно поддерживать два фронта. Логика игры человека тут видимо в том, что микромашина должна как-то в одном направлении давить. Нет, микромашина вообще никому ничего не должна. Микромашина абсолютно спокойная. Сейчас разводят человека на два фронта. Как бы позволяют. 8300 АПМ. А вот 214 Терановских не позволяют справляться с тем кошмаром, который тут происходит. Циклон на чужом натурале. Смотрите, как микрится. Просто фантастика. Здесь пушки и мата заходят уже от батлов микромашины. Циклоны, викинги помогают. Ох, какая же тут заруба. Этот батл на 120 хитпоинтах телепортировался домой. Батлы красного терна начинают теряться один за другим. И вы знаете, мне кажется, что сейчас микромашина просто выйдет вперед. Человек не может выйти на четвертую базу. Не может. Микромашина просто заблокировала мех терна на трех базах. И все попытки выйти на четвертую. Все попытки сыграть в масс батлов здесь неудачны. Не переиграет микромашину ее же техникой человек. Не переиграет. Да, снова классный контроль. Снова на одном хп. Удалось красному терну спасти батла. Но тут уже посмотрите, как микромашина разжирается. Продолжает где-то как-то мешать жить в разных частях карты. Это конец, господа. GG 2-1 в пользу микромашины в нашем шоу-матче. Роботы не просто бросают вызов. Роботы могут побеждать игроков из Гранд Мастер Лиги в макро. Да, можно отмазаться, что это была какая-то такая стратегия. Может быть, не оптимальная. Может быть, Террен недооценил своего соперника. Но кто ему доктор? Наша команда на грани поражения. Нужно исправлять ситуацию. Давайте посмотрим, кто ее будет исправлять. Исправлять ее будет Протос из Гранд Мастер Лиги, появившийся в правом нижнем углу. Его соперник, микромашина, снова едет ставить прокси. И отмечаем, этот Протос проводит очень тщательную разведку. Ну, правда, немного не такую, как Протос, который играл до этого. Хотя, может быть, я вас запутываю. Это один и тот же Протос, кто знает. Но, в общем, мы видим, что здесь проверяется прокси именно по левой части карты. И дальше пробка едет смотреть, что же будет на базах микромашины происходить. И это явно другая стратегия. Это не прокси Рипер в Циклона, потому что едет еще одна из СиВи. И, видимо, собирается она здесь ставить второй барак. Вот так. Может быть, это два барака Риперы? Может быть, морпехи? Может быть, мародеры? Сейчас узнаем. Микромашина ставит второй барак. Протоса Гейтвей чуть позже, чем первый барак Тирана. Ну и Протос разведал. Увидел всю эту картину. Интересно, какие выводы будут сделаны. Сразу же второй Гейт добавляется. Вот такое решение принимает Тос. А далее Кибернетка. И еще второй пилон для того, чтобы Риперы не запрыгивали. Да, смотрите, очень грамотно. То есть, на тот случай, если это игра в Риперов, здесь будет готова стенка. На тот случай, если это любой другой формат игры, да, тот, который просто будет приходить в лоб, неважно, там, циклоны, марики, мародеры. Второй Гейт добавляет Протос для того, чтобы точно не умереть. Очень грамотно. Протос ищет Прокси. А кто ищет, тот всегда найдет. Пробка приезжает и находит эти два барака. Тут же бустятся Протосом два Сталкера. Грамотное решение. Микромашина уезжает домой с Севишкой. Зачем-то, правда, едет другой. Не знаю, в чем план. Это что за смена караула такая? Конкассив Шеллс готовы. Тут орбитальная станция. Вообще, микромашина продолжает абсолютно спокойно развиваться в макро. То есть, это не какой-то улын, при котором срываются рабочие. Здесь будет попытка просто расконтролить все мародерами с замедлением. Но у Протоса уже есть два Сталкера и Зилла против двух мародеров. Интересно, что из этого получится. Микромашина контролит таким образом, чтобы не пропускать вообще ни одного удара от Зилла-то. Посмотрите, Зилла так и не смог приблизиться к мародерам на расстоянии удара. Сталкеры нанесли много урона одному из мародеров, но и сами получили. Протос понимает, что тут не все так просто. Ставит батарейку, ставит Твайлайт. Команда людей на грани поражения. Если Протос из Гранд Мастер Лиги сейчас не отобьется от этих мародеров, то это просто ГГ. Ну, мы, наверное, все равно покажем еще одну игру просто ради... Не знаю, ради чего она была сыграна. Поэтому, вне зависимости от того, чем тут все закончится, я думаю, мы еще игру покажем. Но тут реально плохие дела у человека. Пять мародеров на четырех Сталкеров. Есть одна всего лишь батарейка. Мародеры пробивают урон от этой батарейки. Сталкер, Сталкер, живи! Сталкер на четырех хитпоинтах. Сталкер все-таки выжил. У батарейки кончилась энергия. Два мародера на двух Сталкеров. Еще два мародера подходят. Здесь только один Сталкер в продакшене. Сложная ситуация для Протоса. Еще один Сталкер откуда-то взялся. Видимо, он очень далеко ушел. Но минус этот Сталкер. И минус еще один Сталкер. Два мародера на два Сталкера. Еще мародер подходит. Иногда чуть-чуть помогает подхиливать батарейка. Грейт на варп вот-вот доделается. Но приходится выводить пробок. Очень сложная ситуация для Тоса. Сталкеры сильно битые. Но пробки выводятся. Они, конечно, могут здесь помочь. Микромашина явно выходит вперед по экономике. В этом нет сомнений. Мародеры пытаются обойти пробок, чтобы подойти на расстояние выстрела по Сталкерам. Но очень хороший контроль со стороны Тоса. И уже четыре Сталкера на хайграунде. Но можно вздохнуть с облегчением. Микромашина, кажется, понимает, что Сталкеров на хайг много. Поэтому отступает своими мародерами. Но так, не слишком далеко. Да, дома утер на второй командный центр. Фэктори. И там прям переход в макро пошел. То есть микромашина устраивает, что Протас зажат на одной базе. Эти мародеры очень здорово себя проявили. Тем не менее, здесь делается блинг. И в теории у Протса есть потенциал для контратаки. Очень плохо все по экономике, да. Там дальше не вытащить, если не контратаковать. Надо пробовать идти вперед. Пока просто сжимается на хайграунде здесь Сталкеры. Мародер зацепил пробку. Пробка, похоже, не сможет никуда проехать. Наверное, она шла, чтобы поставить прокси-пилон. Как же красиво контролит микромашина мародерами. Разбегаются мародеры в разные стороны. Этот мародер вместе со свежим товарищем пытается добить Сталкера и добивает. Протасу приходится возвращаться назад. Здесь еще два Сталкера появились. И Сталкер вот-вот будет готов блинг. Мародеры вновь разбегаются. Просто тянут время. А что там дома? Дома Фактан на Техлабе. Дома Старпорт. Дома у микромашины пошли дополнительные газы. Ну а здесь мародеры продолжают строиться. И уже есть блинг. Обратите внимание, уже у Протаса есть блинг. Ставится второй Нексус. 33, Робана 23. Но я бы на самом деле скорее добил эти бараки. Потому что иначе придется контролить в двух местах сразу. И Протас действительно возвращается. Бараки добить попробует. Стимпак заказывает микромашина. Потому что это специально под подошедших сюда Сталкеров. Вышедшие здесь мародеры уже особо никак себя проявить не могут. Протаса ставит пилон для контратаки. А тут почему-то ничего не строится. Вот заказан Циклон с грейдом на зацеп. Но, вы знаете, я думаю, что у Протаса довольно много Сталкеров. И при должном микроконтроле, с которым вроде как у Протаса все довольно неплохо, он может соперника выбить. Заказан Викинг. Добавляется новый барак. Лимиты выровнялись. Опять-таки по экономике у микромашины полное доминирование. Но у Протаса довольно много Блинг Сталкеров. Здесь просто полноценно работает минеральная линия на мейне. Дальше можно будет раскачивать вторую базу. Но самое главное, конечно, это давление масс Сталкерами, которое собирается организовать ТОС. Да, у микромашины совсем ничего нет. У микромашины, правда, баньши с невидимостью. А у ТОСа даже не пахнет детекцией. Но достаточно вырубить техническую лабораторию и уже ничего там не будет. Очень красиво прыгают Сталкеры. Сразу же минус Циклон, минус Викинг. Микромашина выводит рабочих, пытается потянуть время, но Протас не дает времени сопернику. В очень хорошей позиции эти Сталкеры отблинкиваются на мейн. Красиво появляется Циклон. Сразу же на него Сталкеры прыгают. Циклон красиво отводится. Заберет одного Сталкера Терран. Но, я думаю, микромашина просто без невидимости баньшам уже сделать ничего не сможет. Минус пристройка, где делался Сталкер с баньшам. Минус пристройка, где делался зацеп Циклоном. Это конец. В этом нет никаких сомнений. Микромашина не отбивается, теряя последнего Циклона. И баньшу, друзья, счет становится 2-2. Наш судейский комитет заканчивает эту игру прямо сейчас. Потому что дальше у микромашины шансов быть не может. И судьба шоу-матча решится в пятом сете. Пятый сет будет сыгран на карте Эфемерон. Приветствия от микромашины. Счет 2-2. Микромашина Синий Терран в левом верхнем углу. Грандмастер Зерк в правом нижнем углу. Сможет ли команда людей одержать победу? Good luck, have fun! Впервые, по-моему, человек вступает в диалог за эти 5 игр. Хотя мы до этого, по большей части, начало игры не показывали. Но, насколько я помню, там никто ничего не писал из людей. Здесь прям, видите, good luck, have fun. Все серьезно. Никто не кликает. Никому это не надо. Но я вам могу, кстати, по секрету рассказать, почему люди не раскликиваются. Почему у игроков мало АПМ в начале игры. Дело в том, что условия игры против искусственного интеллекта не оптимальны. Я, наверное, должен все-таки такую оговорку сделать, да, в оправдании тех игроков, которые уже проиграли. И, может быть, этого Зерга, если он проиграет. Дело в том, что против микромашины, против ботов приходится играть в не самых удобных условиях. Во-первых, у вас открывается игра в окне. Во-вторых, там не обязательно с самого начала будут выбраны ваши хаткеи. В-третьих, там еще есть другие оговорки. Допустим, вы либо не слышите звук изначально из своего окна, либо слышите и свой звук, и звук игры микромашины. Поэтому надо альтабнуться, выключить звук в одном окне, включить в своем, потом развернуть фуллскрин. В общем, есть чем заниматься в начале игры. Именно этим, по большей части, занимаются игроки. Но сейчас, вы видите, уже пошел-пошел зерговский наклик. Микромашина при этом тоже умудряется накликивать нереально много, видимо, потому что появляется рипер. И смотрите, полностью стандартная стратегия. Рипер CC. Вообще ничего необычного от микромашины. Видя это, видя вылетающего рипера, и видя, что, в принципе, соперник играет стандартно, зерг по грандмастеровской традиции уводит дрона, прячет на третьей базе, чтобы нельзя было помешать поставить третью микромашину. Уже объявляет, что собаки не спасут зерга. Зерк на это реагирует смайликом. Да-да-да, окей, окей. Я тебя понял, дружище. Зерк, опять-таки, прекрасно видит происходящее на базах соперника, и дрон в любой момент готов поставить третью. Тут вышла королева, сразу ставит криптумор. Чувствуете, да, игру грандмастера? Здесь прям все грамотно, прям все по красоте. И оверлорд правильно прилетел, разведал, и королевы на позиции, и крип сразу начал тянуть зерк. Грейтному в лингом по таймингу. Третья была поставлена здорово, был заранее выведен, спрятан дрон, и таким образом все эти танцы риперами уже никак ни на что не повлияют. Линги при этом постоянно отводятся, ни одного линга даже пока не потерял зерк. Тут уже три рипера, это для зерга может быть уже менее приятно, да заказано еще несколько собак, ровно столько, сколько нужно. Риперов начинает немного колбасить, и как же четко, даже медленными собаками зерга кружает этих риперов. Ну тут все идеально сыграно от зерга, и как-то микромашина запутался в собственном контроле. Линги тут же устремляются в контратаку, тем более что оверлорд видит, здесь всего один гиллион, нет никакой стенки. Гиллион, впрочем, хорошо встречает собак, тут же появляется второй, и зерк сразу же отступает. Понимая, что уже этими лингами ничего не добьется, оверлорд летит дальше на разведку. Пока прям, знаете, смотришь на игру зерга, и хочется прям порадоваться за то, как же все хорошо и грамотно. Как только улетел оверлорд, кстати, CV поехала в сторону третьей базы, я боюсь, зерк вот этого мог не заметить. И знаете, такой немного зашоренный взгляд игрока из Грандмастер Лиги может не подсказать ему, что там наглющее просто третье поставлено. Здесь, по большей части, оверлорды контролируют свою часть карты, но, с другой стороны, зерк сам нормально разжирается. Видимо, собирается идти в двойные апгрейды с поздним лейром. Хотя тут баньши с невидимостью, может быть, лейры есть смысл сделать пораньше, но не будем этому игроку что-то советовать, он и сам, в принципе, в курсе. А я, знаете, еще что обещал рассказать? Я обещал рассказать, какого формата подсказки будут в следующих роликах. Вы знаете, я далек от мысли, что кто-то из вас после выхода этого ролика сразу правильно ответит на вопрос конкурса и получит нашу замечательную настольную игру. В которую я, кстати, с удовольствием добавлю какой-то автограф от себя или личное пожелание по, в общем, пожеланию победителя. Мне кажется, что здесь у вас возникнут определенные затруднения, поэтому я приглашаю вас очень внимательно смотреть следующие ролики на моем канале, потому что в них вы получите дополнительную информацию о том, что на самом деле произошло в этом шоу-матче и кто в нем принимал участие. Да, допустим, в одном из шоу-матчей, в смысле, в одном из своих видео я вам, может быть, намекну на какого-то одного конкретного игрока, в другом намекну еще на что-нибудь. То есть, просто если вы будете внимательно смотреть, слушать следующие ролики, то я в них буду упоминать об этом шоу-матче микромашины против людей, и вы дополнительную инфу обязательно получите. Здесь снова начинается хора с циклонами и баньшами, и вот, пожалуй, первая ошибка. Зерга, он погнался королевами за циклоном, слишком поздно это заметил, и, похоже, королевы будут отданы. Неудачно здесь Зерг отыграл. Но, с другой стороны, довольно много крипа на карте, уже, кстати, и четвертая базовая Зерга пошла, то есть это первый игрок, вот за все пять сетов, да, мы первый раз видим, чтобы микромашину перехалявили, причем уверенно так, потому что двойные апгрейды, во-первых, делаются, да, а во-вторых, четыре базы, уже вот четвертая на середине, пока микромашина только-только обосновалась на трех. Ну и дронов, естественно, больше у Зерга, чем ССВ у Терна, тут уж Зергу положено. Три королевы с оверсиром гонят баньшей, у баньшей пока нет грейда на скорость, поэтому уверенно чувствует себя Зерг, и готовы грейды 1-1, видимо, как раз по этому таймингу Линги устремляются вперед, по той логике, что теперь гелионами будет намного сложнее этих Лингов восстанавливать. Да, видел, опять же, Зерг, что у соперника не было стенки, поэтому вот так нагло врываются Линги, они пытаются пробежать и на мейн, здесь просто съедают гелиона из дотекания, но посмотрите, какой пошел контроль от микромашины, эти жалкие 350 АПМ Зерга меркнут на фоне 25 тысяч уверенного контроля Терна. Зерг довольно неплохо профокусил здесь рабочих, давайте посмотрим, 9 ССВ удалось забрать, но, поскольку всего 2 гелиона было потеряно, ну, микромашина, конечно, отконтроливает идеально. Да, и снова, смотрите, часть рабов была уведена с газа на время всего этого экшена, то есть микромашина по дороге действительно оптимизирует еще и свою экономику, когда такие вещи происходят. Снова королевы в большом количестве готовы встречать баньшей, суперграмотно играет Зерг, после одной небольшой ошибки с королевами, он их подстроил в достаточном количестве, и сейчас он королевами этих баньшей встречает, прогоняет, продолжает тянуть слизь Зерг. Четвертая база есть, но четвертую базу уже и микромашина потихоньку занимает. Делаются грейды 2-2, мув беймингом есть. Ну, против гелионов, в принципе, это неплохо, и королевы идут вперед, похоже, Зерг собирается еще раз оппонента продавить тайминговой атакой. Интересная бомбочка от рипера. Тут, конечно, у циклона никаких шансов, линги его красиво окружают. Еще часть лингов просто забегает в минеральную линию, а бейлинги разворачиваются в сторону третьей базы, в сторону этих гелионов, как микромашины гелионами контролят. Бейлинги пробивают стенку, линги забегают еще и на мэй, но и там микромашина справляется идеально. Да, видите, рабочие с газа убираются. Посмотрите, по одному рабочему на газах во время этого экшена. Микромашина жестит, но линги хорошо проникают на третью базу, линги хорошо нагрызают на второй базе, там 2-2 по дороге доделываются. 39 ССВ потеряно, 40. Классно играет Зерг. Королевы остановились здесь, честно говоря, я уже не уверен, что им нужно идти вперед. Орбитальная станция на красный ХП, но не добить ее так просто. Тут линги пытаются прямо кружить, съесть какого-то гелиона, но микромашины контролят шикарно. Несмотря на то, что 2-2 у лингов, 0-0 у гелионов, все равно гелионы справляются. Да, и пытаются теперь отступить, развернуться. Зерг, но не тут-то было, куча стелс-банше, аверсир был потерян, ай-яй-яй. Пытаются все равно извлечь максимум из ситуации Зерг. Да, заказываются аверсиры, но очень далеко, ближайшие оверы, королевы здесь не жильцы. У Баншей и у Батлов плюс 1 на атаку по воздуху, королевы возвращаются, нужны караптеры. Шпиль на середине, у Зерга проблемы. У Зерга, правда, 11 королев на карте, еще 4 в продакшене, поэтому прям катастрофы какой-то не будет. Но тут еще пушки Ямато были потрачены, Линги, Бэйны набрасываются на Гелионовы, на крипе они их все-таки быстро сжирают. Зерга выигрывает еще немного времени, лимит равные, Линги побежали в контратаку. Сразу на две базы. Зерг не знает, что там все настолько нагло и дерзко. Снова забегает именно на вторую и на третью. Лингис 2-2 все-таки реально круто работает против Гелионов с 0-0. Очень жестко они здесь жрут. Там же, кстати, делается хайв дома у Зерга, плюс 1 на атаку королевам еще на всякий случай. Аверсиры улетают, чтобы там не сливаться. Ну, Зерга 4 базы, все-таки он застрял на 4, потому что, видимо, опять-таки планировалась эта атака с королевыми Лингбэйнами, чтобы просто закончить игру. Зато крип протянут шикарно за эти 10 минут, просто дотянул до база врага Зерг. Это круто. Особенно с учетом того, что микромашина, мягко говоря, заставляет иногда напрягаться. Морфт Сайверсир, все королевы на поле боя. И караптеры сюда же прилетают очень своевременно. Просто мега своевременно. Королевы шикарно разобрались. Трансьюзы друг в дружку. Караптеры прогоняют батла. И батл даже будет уничтожен. Просто прогоняют. Он не успел телепортироваться. Успеет ли этот? Не совсем понятно, кстати, что мешает микромашине телепортироваться заранее. Но вот этот уходит. Видимо, тут как-то пытается рассчитать ДПС соперника по своим юнитам микромашины. Если что-то в расчетах не складывается, то начинаются проблемы. Дальнейшие попытки распространения слизи микромашины пресекает. Ну, человек дополнительно еще пытается тянуть куда-то на западном фронте крип. Здесь Трансьюз спасает королеву. Продолжает где-то летать банши. Перехватывают дронов. Но здесь еще линги помогут разобраться. Караптеры воюют с батлами. Микромашина успевает протануться батлом. А вот у этого батла телепорт на кулдауне. Но с другой стороны его уже очень активно прикрывают другие викинги и другие батлы. У этого тоже телепорт на кулдауне. Это может быть еще одна жертва караптеров. Караптеры пока тут серьезно помогают зергу. И с викингами они здесь, понятное дело, могут разобраться. Но викинги кайтят круто. Какой же контроль от микромашины. Ооп! Как только, как только викинг на красный хп, он тут же улетает. И все. И караптерам уже ничего не сделать. Классно играет микромашина. Не видит пока новые командные центры соперника зерг. Вот сейчас видит. Бэйны пытаются вкатиться в минеральную линию. Но там взрывать особо некого на самом-то деле. Зерг пытается развить наступление. Но не очень удачно. Видит еще один командный центр оппонента зерг. Понимает, что микромашина уже слишком сильно обнаглела. Караптеры включаются в орбитальную станцию. Похоже, не в курсе того, как работает эта механика микромашины. Эти караптеры просто отвлекают воздух соперника. А эти просто уничтожают орбиталку. Еще один командный центр. Жесть. Зерга делает с адреналин. Я думаю, забегания какими-то собаками могут зайти. Здорово. Потому что кругом орбитальные станции. Мы помним, как Чардж Зилоты помогли справиться с экономикой микромашины. Но все равно, вы знаете, здесь у грандмастер Зерга большие проблемы. Счет 2-2. Напомним, это решающий сет нашего шоу-матча. Лимит у микромашины хороший. Экономика хорошая. Надо со всем этим что-то делать. Зерг только сейчас перешел на пятую базу. Да, одной базой микромашины лишилась. Причем почему-то командный центр не восстанавливается. Вполне вероятно, что это такой баг. Знаете, если караптеры выбили орбиталку, то микромашина вообще не понимает, что произошло. Линги побежали в контратаку. Опять-таки на крипе они с этими гелионами готовы разговаривать на понятном всем нам языке боли. Но микромашина все равно отконтроливает. Здесь батлкрузер под ударом караптеров. Телепорт. Успевает микромашина. А викинги все это время наносят по караптерам урон. Во! Пошли забегания! Пошли забегания! Пошел! Контроль Грандмастер Лиги. Ну как, тут контролей даже не нужно. Тут нужно просто отправлять собак. Они сами сделают все, что надо. 60 из CV уже. 65 забрал за игру человеку микромашины. И здесь тоже линги. Линги просто по всем фронтам бегают. Сейчас серьезно берется зерг за дело. Продолжает строить караптеров. А что по граидам? А тут даже два шпиля для граидов. Но пока, видимо, не особо много денег у зерга. Но то, чтобы эти граиды заказать, очень хорошо работают сейчас линги. Заставляют микромашину постоянно уводить рабов с газа, во-первых. Отмечаем в очередной раз эту невероятную экономическую оптимизацию. Опа! Орден Тарсона вручается микромашине ее разработчикам. Ребята, поздравляем вас. Линги просто по кулдауну пробегают. Но смотрите, почему-то у зерга не становится лимита больше, а у микромашины становится. Как это работает? Вроде же микромашины рабочих теряет, не зерг. 85 из CV уже потеряно, но хоть бы хны микромашине. Еще интересно, что слизь вообще никак бота не заботит за всю игру. 9 уничтоженных криптуморов, но это, скорее всего, моменты, когда криптуморы просто ставились, отменять их нельзя. О, бейнинги, кстати, понятно впервые лично мне стало, зачем делались. Ну, помимо того, что они там в рабов закатывались, они очень хорошо реально в этом сражении работают. А вот, что начинает работать плохо, так это ставка на масс королевы, караптеров. Викинги и батлы просто сильнее, особенно с грейдами 2-2 на 1-0. Зерг проиграл эту схватку. Что он будет дальше делать? Викинги и батлы побеждают по воздуху. Тут наглейшая орбиталка просто под носом у зерга. Зерга это понимает, пошли от него забегания. Сюда тянется слизь, для того, чтобы сопернику не было так просто жить. Тут, посмотрите, прям у Линга в реллипоинт на эту базу. И что, еще один ордент Арсена для микромашины? Микромашина, по-моему, не умеет поднимать орбитальные станции, да? Хотя как, не? Вроде где-то поднимала микромашина орбиталки, я уж не помню где. В каких-то реплеях, которые я смотрел до этого, может быть, против других ботов, но здесь как-то не очень работает, и это хорошая новость для человека, потому что уже 3 потерянных орбитальных станций. Но, все равно, знаете, у меня есть большие сомнения, что армия, армия терна может быть остановима. Королевы-караптеры не работают против викинговых ботлов. Смотрите, какое забегание зерк придумал, даже на натурал к микромашине. Но с этим забеганием довольно спокойно справляется робот. Вообще, со всеми забеганиями, в принципе, микромашина справляется. На это просто нужно время, нужен какой-то апмный ресурс. 93 дрона. Похоже, зерк включает тот же рецепт, который был у Протаса, помните, в его победной игре, тоже очень интересном таком макро-противостоянии. Что там, кстати, по апм? 277 у зерга. Самый высокий апм из тех, которые мы видели сегодня. Но это неудивительно, зергу здесь реально надо хорошо контролить. Ну, я имею в виду самый высокий из тех, что мы видели у людей, потому что понятно, что у микромашины мы видели просто зашкаливающие апм все это время. Опа! И смотрите, что делает зерг. Зерг, во-первых, заказывает инфесторов с грейдом на невральный паразит. И закопку, я вроде видел, да, и закопку. Во-вторых, он еще делает грейды на слонов. Видимо, понимаешь, что линга-бейны как-то не очень здорово работают против такого количества гелионов, особенно линги. И нужно их чем-то разбавить. Это интересно. Немного меньше дронов стало у зерга, видимо, каких-то он потерял здесь, или, может быть, вложил в стат оборону или в газы, не знаю. Но факт остается фактом. Зерга, в принципе, все равно неплохая экономика и 200 лимита на 200 мы видим. Боевой лимит все-таки чуть пожестче именно у Терана. 122 боевого лимита на 111. Караптеры, инфесторы тут как тут. Инфесторы, видимо, пока без энергии на невральный паразит, поэтому их не подводит, не палит. Зерк замечает невидимых юнитов. Микромашина и тут же заказывает Рейвена. Кстати, но здесь инфесторы выкапываются, им не нужен невральный паразит против стека викингов. Против стека викингов нужен просто Микос, и от него микромашина разлетается только с опозданием. Микос очень здорово здесь сработал. Подлетают батлы, инфесторы тут же закапываются и используют невральные паразиты. Микромашина теряет контроль над этими батлкрузерами. На карте очень много гелионов, но тут-то как раз уже есть слоны, еще вайперы появились. Очень сложный в контроле лимит начинает собирать зерк. Инфесторы, вайперы, слоны, линги, бейны, караптеры, юниты, кастеры, и наземная армия, и воздушная армия. Да, и мы видим, что ставка на слонов полностью оправдывается. Слоны натурально сметают землю. По воздуху все еще есть проблема, видим, что для караптеров делаются уже грейды 3-2. 3-2 как раз есть у микромашины. Тут циклон кайтит слонов, но очень грамотно уводит битых слонов зерк. Подлетают вайперы на поле боя. Готовы они бросать паразитическую бомбу в стэк викингов. Здесь же инфесторы, которые помогут, если что, невральным паразитам минус еще одна орбитальная станция. Зерк отступает. Вот тут плотная довольно группировка вайперов, и тут же они получают паразитическую бомбу, очень грамотно сыграны зергом. Вот эти инфесторы пытаются спрятаться, но недалеко Рейвен одному инфестору удается уйти. Возможно, он попробует как-то сзади подойти к этой армии. Здесь что происходит? Здесь какой-то рипер просто дурацкий. У микромашины сейчас основная добыча именно здесь. Не восстанавливается база у микромашины, просто не восстанавливается, и очень серьезная ставка будет именно на эту атаку, потому что денег у микромашины немного невральный паразит заходит, микоза заходит, невральный паразит уже в Рейвена зашел. И Рейвен сейчас автотурели ставит, которые будут за зерга воевать. Не так давно мы видели в одном интересном ТВЗ корейцев тоже автотурели зерга. Если не видели, обязательно посмотрите фантастически интересные игры. Тейджи против Роуга, если я не ошибаюсь, на симулакруме. Слушайте, а по воздуху-то по-прежнему доминируют викинги. Не хватает зергу карапторов, прав. В зергу очень много юнитов по земле, очень хорошие микозы постоянно здорово кастуют инфесторы. И невральные паразиты, и микозы, невралы на батлов, микозы на викингов. Прям все по методичке, по учебнику делает зерг. Но этого все равно немного не хватает. Дроны переводятся уже на новую базу. Что по потерям? По потерям все-таки немного впереди именно Терран. Немного лучше разменивается микромашина. За счет того, что викинги, конечно, карапторов просто унижают. Батлы постоянно уходят домой. И по воздуху победил Терран. Очень сложная ситуация для зерга сейчас. Выкопались слоны, не ожидал этого микромашина. И будут потеряны наземные юниты Террана. Но, опять-таки, инфесторам нужно просто отступать. Рядом рейвены с батлами. Что делать зергу? Зергу нужно время на то, чтобы собрать какую-то критмассу карапторов. Экономика уже слабая у микромашины. Но армия микромашины, по-моему, просто слабо уничтожаема по воздуху. По воздуху. По земле гелеоны пытаются кайтить слонов. Зрелище не для слабонервных. У гелеонов ноль на атаку грейд. У слонов пять армора суммарно. Уникальный грейд плюс три дефолтных. Снова пошли невральные паразиты. Там пушки Ямата были брошены в инфесторов, но только одна из них успела зайти. Уже даже невралы викингов идут. Ну, правильно, нужно хоть что-то делать. Нужно как-то разбирать эту армию соперника. Ничего, кроме инфесторов сейчас нет. Девять карапторов заказываются. Зергу нужно еще немного времени. Тут в очередной раз контратака. Зерглинги снова свирепствуют на базах микромашины. Микромашина сейчас останется только лон-дистанц майнинг. Продолжается сумасшедшая борьба. Здесь появляется новый раунд карапторов. Вроде бы есть какой-то проблеск надежды для Зерга победить в этом сражении по воздуху. Есть пушка Ямата у Батла, но Батла снова перехватывают. И этого Батла тоже снова перехватывают. Они воюют друг против друга и против викингов соперника. Батлы просто захвачены Зергом. И микромашина пытался применить Ямата по своему собственному Батлу, но тот потерял, не врал, и в итоге Ямата не применила. Здесь просто слоны уничтожают рабочих микромашин одного за другим, и видимо под 200 будет показать уничтоженных рабов в этой игре. Да, похоже, это все похоже, мы все-таки победили. Человечество устояло в битве против микромашины, и Грандмастер Зерг приносит победу нашей сборной кожаных мешков. Это был очень непростой шоу-матч. Это было очень интересное противостояние, друзья. Противостояние, которое, надеюсь, вам понравилось обязательно. Ставьте лайки, пишите свои отзывы в комментариях, и, конечно, принимайте участие в нашем конкурсе. Делитесь своим мнением, кто представлял команду людей в каждом сете этого противостояния. Для вас комментировал Алекс 007. Это был шоу-матч микромашины против нашей сборной. Продолжение обязательно следует. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok